Всем привет! В этом видео мы поговорим про разметку данных. Меня зовут Андрей, я работаю в Data Scientist в лаборатории машинного обучения Альфа и преимущественно занимаюсь задачами, связанными с обработками естественного языка. Итак, сегодня мы с вами поговорим, почему нам так необходима качественная разметка данных, также о том, как можно построить процесс разметки данных, что такое репрезентативный дедсет, а также как можно обеспечить мониторинг качества. Начнем с того, зачем нам собственно нужны размеченные данные. В отличие от всеми любимыми соревнованиями по машинному обучению, в реальной жизни у нас не всегда есть размеченные данные, то есть в рамках существующих бизнес-процессов у нас либо нет процесса разметки данных, либо существующий процесс непрозрачный и таким образом он порождает данные сомнительного качества. Заметим, что мы могли бы исправить эту проблему используя опт-сорс решения, например, открытые датасеты или модели, которые обучены на общем домене. Однако, если мы решаем задачу, наши данные, скорее всего, лежат в некотором специфическом домене, и если мы обучим наше решение, учитывая специфичность домена, как правило, данное решение будет работать лучше, чем модели на общем. Как я уже сказал ранее, нам важно не просто наличие процесса разметки данных, а чтобы данные были качественными. Собственно, почему для нас это настолько важно? Заметим, что и со стороны разработки модели, и со стороны бизнеса как заказчика модели, мы хотим максимизировать качество итогового решения. И оно в целом ограничено двумя факторами. Во-первых, у нас есть ошибки при моделировании. Подробнее о том, какие техники можно применять для того, чтобы увеличить качество при моделировании, вам рассказывал Эдуард в видео про контейнберта, например. А также у нас есть ошибки, допускаемые при разметке данных. Так как у нас модель, по сути, повторяется учителем, в данном случае за человеком, который проводил разметку, то она будет повторять и ошибки, из чего следует логичный вывод. Качество у нас модели не может превышать качество разметки. Допустим, если мы знаем, что около 60% наших данных размечены качественно, то было бы странно ожидать, что точность разработки нашей модели будет существенно выше этих 60%. Потому что это означает, что модель у нас подстроилась под шум, который возник из-за неточности разметки, таким образом переобучился. Итак, на этом этапе, я надеюсь, я смог убить вас, что нам нужна качественная разметка. Теперь давайте поговорим о том, как, соответственно, построить процесс для разметки данных. В принципе, его можно разбить на несколько этапов, где сначала нам нужно определиться с тем, какой вид разметки мы рассматриваем. Разметку внутренними ресурсами либо краудсорсом. Оба этих вида имеют свои достоинства и недостатки. Давайте посмотрим конкретные критерии их применимости на примере случаев из практики. Например, если у нас есть некоторая чувствительная информация, то есть, например, персональные данные, то мы не можем использовать разметку с помощью краудсорса, а только внутреннюю разметку. Примером такой задачи может быть квалификации сообщений чат-бота по тематику. У нас сообщения клиента могут содержать персональные данные, и мы не можем отдавать это вовне. Также препятствием для использования краудсорсорс-разметки может быть высокий порог вхождения, то есть, если мы требуем от асессора некоторых очень специализированных знаний. Примером такой задачи может быть определение шаблона ответа оператора колл-центра. Для того, чтобы выбрать правильный шаблон, нужно, во-первых, понимать, какие продукты банки, а также понимать те бизнес-процессы, которые в них построены, что, очевидно, мы не можем требовать от случайного разметчика. Однако же, если у нас есть данные, которые либо не персонализированы, либо мы легко их можем обесличить, также если у нас достаточно простая задача и большой объем данных, то, скорее всего, выгоднее с точки зрения времени и с точки зрения ресурсов отдать это на краудсорс. Примером такой задачи может быть классификация отзывов социальных сетей. Возьмем публичный домен, возьмем публичные комментарии и будем решать какую-нибудь несложную задачу, например, анализ тональности. Разумеется, для обоих видов разметки уже существуют готовые решения. Так, например, одной из самых популярных кроссорд-плаформ является Taloka. Это проект нашего партнера по соревнованиям по анализу данных в Яндекс. В ней, соответственно, вы можете размечать различные типы данных. Также уже существуют готовые блоки для проверки данных и для контроля качества. Также среди других продуктов можно отметить ABC Elementary, одним достоинством которого является возможность купить решение-коробку, которая берут в Docker и, соответственно, развернуть его внутри своего контров-компании. Также в качестве инструментов разметки можно рассматривать и бесплатные опенсорс-решения. Мы, например, использовали Label Studio. Заметим также, что мы упоминаем на слайде и, наверное, самый главный инструмент истинного датасцентства — это Excel, однако в негативном ключе. На нашем опыте мы заметили, что разметка в Excel сопряжена с рядом трудностей. Например, есть проблемы с масштабированием, с контролем и валидацией заполнения полей, так как все изменения вносятся вручную, это неизбежно порождает ошибки, опечатки и так далее. А также есть проблемы с масштабированием на большое количество пользователей. А после того, как мы определились с тем, какой вид разметки мы бы выбрали, нам теперь необходимо составить TZ, сделать проект разметки. На чем стоит здесь обратить внимание? В принципе, можно выделить два комплекта. Во-первых, нам нужен удобный интуитивный интерфейс. Зачастую проще всего реализовать веб-интерфейс, потому что чем проще и понятнее задания, тем, во-первых, меньше времени и меньше оверхеда тратится разметчиками на каждый пример, и тем меньше времени нам нужно потом потратить, чтобы правильно забрать этот результат. Например, на слайде мы использовали веб-интерфейс для разметки тематик вместо разметки в текстовом документе. Также, вне зависимости от того, насколько удобный интерфейс мы сделали, необходимо написать подробную инструкцию. То есть нам нужно точно описать, что мы хотим от наших разметчиков. И самое главное, инструкция должна сопровождаться примерами. То есть примерами то, как мы хотим размечать данные, а также в случае, если мы, допустим, работаем с задачей классификации, чем отличаются примеры от одного класса, от другого. Их, соответственно, можно добавить в инструкцию, а также динамически делать подсказки. После того, как, соответственно, мы создали TZ, создали наш проект разметки, нам теперь нужно побеспокоиться о том, как, соответственно, наш процесс разметки контролировать. Заметим, что вначале мы выпираем то, как мы хотим распределить ресурсы. То есть у нас есть некоторый бюджет, есть некоторое время, которое мы хотим потратить разметку, и там качество, которое обычно мы хотим, понятно, максимизировать. Заметим, что мы в основном можем выбрать только два из данных трех пунктов. То есть если мы хотим разметить что-то очень быстро и очень качественно, скорее всего, это нам дорого обойдется. Если мы хотим разметить что-то очень быстро и дешево, скорее всего, будет некачественно. Поэтому на практике у нас обычно есть какой-нибудь фиксированный бюджет, А также мы можем посмотреть и замерить то, сколько в среднем уходит на разметку одного примера Исходя из этого выбрать то, сколько мы можем разметить И от этого максимизировать качество Заметим также, что несмотря на то, что мы преследуем цель Разметить данные как можно более качественно С точки зрения разметчика, ему главное разметить как можно быстрее И качество его не волнует Поэтому если мы запустим проект в текущем виде То мы потратим ресурсы денежные, время и получим что-то сомнительного качества Как, соответственно, нам это качество контролировать Для этого нам нужно сделать следующее Во-первых, разметим ханипод Ханиподом называется небольшой датасет, который мы предварительно ручную размечаем И подмешиваем его вместе с неразмечимым данным Благодаря этому, так как мы знаем ответы на данные контрольные задания Мы можем оценить качество выполнения этих контрольных заданий И, соответственно, поэтому оценить, с какой точностью работает асессор Благодаря этому мы можем, соответственно, фильтровать наших разметчиков Выделять наиболее хороших и отфильтровывать, допустим, неблагонанежно В частности, во-первых, мы можем ввести обучение вместе с хаббом и тестированием Благодаря этому мы можем не допускать на проект разметчиков, которые работают хуже, чем хотелось А также уже среди тех, кого мы допустили Мы, во-первых, можем блокировать тех, кто размечает слишком быстро Потому что, скорее всего, это означает, что они делают это бездумно С низким качеством А также тех, у кого качество на контрольных заданиях опустилось ниже желаемого нам порога Вот, таких разметчиков можно, соответственно, либо временно блокировать на проекте Либо отправлять на дообучение Теперь у нас есть настроенные проекты разметки И нам нужно загрузить туда примеры Для того, чтобы это осуществить, нам необходимо собрать репрезентативный датасет Но вначале мы поговорим о том, что вообще такое репрезентативность Зайдем издалека и рассмотрим следующую задачу Пусть у нас есть некоторый заявленный путешественник Который хочет сдать тест по тому, насколько хорошо он знает в России И он решил путешествовать И так как Россия огромная страна, он может посетить только небольшое количество городов В первом случае он решил посетить Москву Там покататься по дюжне городов Московской области и слетать в Питер А во втором случае он посетил Москву, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сочи, Иркутск, Мурманск, Нарофоминск Нам нужно понять, в каком случае у него больше шанс пройти тест Интуитивно кажется, что вторая стратегия выглядит более выигрышно Потому что она лучше отражает тот спектр вопросов, который может возникнуть на тесте И, в принципе, с разметкой данных у нас происходит примерно то же самое Во-первых, мы также не можем разметить весь датасет Зачастую у нас нет под это ни человеческих ресурсов, ни денег Мы можем разметить только часть А во-вторых, мы, соответственно, хотим разметить всю эту часть таким образом Чтобы собранная нами выборка являлась хорошим обобщением всей генеральной совокупности Итак, какими способами мы можем собрать наш репрезентативный датасет? В целом, это зависит от того, что у нас есть на текущий момент Например, если у нас уже есть некоторая разработанная модель То мы можем с помощью нее отбирать сложный пример Так называемый hard samples Это те примеры, на которых у нас модель выдает низкую уверенность в ответе Зачастую низкую уверенность у нас возникает из-за того, что то распределение, которое было при обучении модели Не совпадает с новым распределением, которое подается в качестве тестовых данных Что как раз означает, что наш обучающий датасет не репрезентативен, не до конца походит на тот датасет, на котором он применяется И, соответственно, благодаря добавлению этих примеров мы можем разницу нивелировать Также, если у нас уже есть размеченные данные, то мы их можем использовать, отправляя в качестве кандидатов для переразметки Таким образом, можно очень удобно майнить редкие примеры, то есть примеры с редкими классами В случае, если у нас размеченных данных никаких нет, то есть у нас просто огромный неразмеченный корпус Мы прибегаем к лексическому майнику Что это вообще такое, с чем его едят? Рассмотрим, соответственно, генеральную совокупность Допустим, в формате банковских данных это может быть просто корпус всевозможных сообщений клиента и операторов Далее, соответственно, мы возьмем в этой генеральной совокупности и выделим некоторую лексику Будем выделять устойчивые выражения, так называемые коллокации Коллокаций у нас может быть очень много, часть из них полезная, часть нет Поэтому выделим из них наиболее важные, которые будем называть ядром нашего корпуса Принцип, которому можно определять важность выбирать самостоятельно Можно выбирать какие-то счетчики, например, на основе частот, это TF-ADF На основе вероятностей, это Point-Wise Mutual Information Также можно использовать и алгоритмы майнинга фраз Например, TopMine и SigPhrase Они, соответственно, имеют некоторые критерии значимости, которым можно отфильтровывать наши коллокации После того, как мы получили ядро, мы теперь можем просэмплировать из генеральной совокупности Согласно распределению из этого ядра Таким образом мы покроем самую главную лексику и получим разнообразные примеры Теперь мы можем загрузить наши примеры, наш проект для разметки Как нам теперь сделать так, чтобы разметка получилась качественной? Для этого нам нужно ввести разметку с перекрестком То есть каждый пример мы размечаем несколькими людьми, не менее чем двумя И затем берем те примеры, на которых согласованность выше, чем заданный порог Заметим, что так мы, конечно, сильно уменьшаем количество примеров, которые мы получаем Но зато очень хорошо прибавляем в качестве Потому что даже если у нас простая задача, как вы можете видеть на слайдах Ассессоры могут ошибаться В случае, если у нас есть, соответственно, примеры не согласованы Мы их можем отправлять на доразметку или на проверку некоторым экспертам Заметим, что мы можем замерять качество разметки несколькими способами Во-первых, мы можем ввести обычную бинарную проверку Попросить эксперта проставить корректную разметку ассессор, либо нет А также в другом случае мы можем скрыть от эксперта ту разметку, которую оставил ассессор И попросить его разметить заново В первом случае, соответственно, мы просто смотрим точность, которую нам отдали эксперты В втором случае мы смотрим согласованность ответов ассессора и контролера Если у нас точность по данным метрикам отличается на значительную величину Это означает, что у нас есть некоторые проблемы с разделимостью классов Есть классы, которые сложно разделить между собой И, соответственно, либо нужно эти примеры добавить в инструкцию Для того, чтобы ассессорам стало понятней Либо нужно провести анализ классов Например, понять, что одна тематика включена в другую И таким образом нужно их объединить Казалось бы, на этом процесс разметки завершен Мы разметили репрезентативный датсет Получили то качество, которое мы хотели И теперь мы можем спокойной душой окунуться в моделирование Но на самом деле процесс разметки у нас идет постоянно И теперь нам нужно осуществлять его поддержку Во-первых, нам нужно поддерживать актуальность нашей разметки Так как у нас данные постоянно меняются У нас разметка может устаревать Возникать некоторые новые классы, которые необходимо доразметить Исчезать классы, которые необходимо исключить А также некоторые тематики могут объединяться в одну или дробиться В таком случае нам нужно переразмечать наши данные Также нам нужно обязательно проводить мониторинг качества В частности, нужно каждый раз обязательно чистить датсет от плохих примеров Это примеры, которые у нас вносят шум в данные, которые являются выбросами Таким образом они портят нам как и обучение нашей модели Так и смещают оценку качества Также нам нужно обязательно отслеживать офлайн-метрики То есть метрики при обучении и онлайн-метрики В случае, если мы видим, что разница между ними растет Это знак того, что у нас снова страдает репрезентативность Снова у нас обучающий датсет Не совсем похож на те данные, которые у нас подаются На входящем потоке И нужно, соответственно, доразметить данные Чтобы эту разницу снизить И, наконец, так как у нас любое изменение в датсете Порождает как артефакт новую модель Соответственно, при любом изменении датсета Нужно проводить оба-тестирование Чтобы быть в курсе последних новостей А также анонсов наших конференций Будущих металлов и канцей Подписывайтесь на наши каналы Нескучный Data Science и Alpha Advanced Analytics Оставайтесь на связи И до новых встреч